В последние годы наша экономика демонстрирует устойчивость к внешним шокам и способность развиваться, зачастую вне зависимости от внешних обстоятельств. Это было и в ковид, потому что мы в 2020 году меньше упали, чем многие другие страны, и быстрее восстановились, если бы на слайдах привели эту информацию. Более того, многие страны преодолевали ковид такими очень крупными заимствованиями, что привело к инфляции, к разгону инфляции, с одной стороны, а с другой стороны. Почитают сейчас об этом не говорить. Вот я смотрю аналитику западную, иногда смотрю информационные программы, европейские, американские, но вот это замалчивается напрочь. Просто об этом никто не говорит, фактически, на экспертном уровне. И неизбежно за это придется расплачиваться, потому что высокий уровень долга в условиях роста ставок, потому что не реагировать на инфляцию тоже нельзя. Конечно, это все задает, понятно, это у них вызовы, но, конечно, так или иначе влияет на нас, но при этом мы видим, что мы совсем в другой ситуации находимся. У нас в разы ниже уровень госдолга, у нас существенно ниже инфляция из развитых стран. Данные у нас сейчас по марту на одном из самых низких уровней 3,5%, а по апрелю данные сейчас вообще 2,6%. Мы смотрим на март 3,5%, а в Германии 7,4%, в еврозоне в целом 6,9%, во Франции 5,7%, в США 5%, в Бразилии повыше, чем у нас. Но 3,5% это март, вот сейчас по апрелю мы видим понедельным данным инфляция 2,6% в году. Но у них тоже по марту. У них тоже по марту, да, у них тоже снижается, но тем не менее, мы видим, что те меры, которые были приняты, более того, мы же на этот год очень мощный задел по снижению инфляции создали в прошлом году. У нас не будет индексации тарифов, у нас очень хороший урожай и у нас работают демпферы, потому что вот часть вот этой разницы в инфляции, она сложилась благодаря принятым 2 года назад решениям, когда у нас существуют гибкие экспортные пошлины и они предотвращают перенос мировой инфляции к нам. Вот в результате, Владимир Владимирович, наша оценка по прогнозу темпов роста экономики мира по этому году. Я смотрю на госдолг. Ну да, цифры госдолга, они говорят сами за себя. 14,9% в России, 121,7% в США. Ну в принципе из европейских стран только Германия производила относительно, скажем так. Еврозона 99, Германия 66,5%, Франция 111,1%, госдолга ВВП для нас 14,9%. Спасибо. 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 Спасибо.